Собравшиеся на пресс-конференции в Дворце искусств журналисты так и не услышали информацию, ради которой пришли. Среди спикеров не оказалось ни представитель областного департамента культуры, ни подрядной организации, которая проводит обследование театрального комплекса. Так никто и не рассказал, что послужило причиной для выселения издания всех трех ивановских театров. Подвижки стен, трещины на фасаде или что-то еще. По этому вопросу все-таки должны отвечать те, кто, во-первых, проводит это обследование и, наверное, все-таки более компетентно на него ответит директор комплекса. Потому что действительно мы занимаемся в большей степени творческой деятельностью и действительно мы очень рады тому, что мы наконец-то в своих пенатах. Возвращение театра в здание Дворца искусств действительно большое событие для культурного сообщества. Выступать и репетировать актерам приходилось на разных площадках, что доставляло много неудобств как коллективу театра, так и зрителям. Вернувшись в родные стены, артисты начнут прежде всего готовиться к новогодней кампании и порадуют ивановцев детскими сказками. На радостях мы пересмотрели свои творческие планы и решили, помимо двух премьер, которые мы уже анонсировали, решили сделать еще одну премьеру, которую мы покажем нашим зрителям уже в этом году. Это спектакль «По щучьему велению», для которого мы подобрали пьесу Николая Шувалова. Сейчас в театре идут последние приготовления к репетициям этого спектакля. Репертуары театров на ноябрь и декабрь уже сверстаны. Ивановцы наконец-то смогут увидеть спектакли, которые по техническим причинам не представлялось возможным показывать на других площадках. Театр драмы, например, засыпали вопросами, будут ли показывать рождественское чудо. В декабре этого года зрители увидят его на нашей сцене и традиционно мы его сыграем 6 января, как и было в предыдущие годы. Хочу добавить, что этот спектакль «Долгожитель» идет на сцене нашего театра более 15 лет. Кроме того, театр драмы решил порадовать своих зрителей поэтическими спектаклями по творчеству Майорова и Дудина. В декабре для ивановцев проведут мастер-классы по актерскому мастерству, основам сценической речи и риторики, а зрители смогут записаться на экскурсии по закулисью драмтеатра. Раньше мы проводили эти проекты в рамках «Ночи искусств» и «Ночи в театре». Они востребованы очень нашим зрителям, поэтому мы решили включить их в репертуар, в афишу театра. Что касается музыкального театра, здесь тоже будет новогодняя премьера «Морозка». Кроме того, продолжится сотрудничество с Кохомским дворцом культуры, руководство которого обеспечило ивановским артистам теплый прием на время обследования дворца искусств. Но, к сожалению, там оказались холодные батареи, и наш телеканал об этом уже рассказывал. Выступать на сцене Дома культуры артисты будут в те дни, когда их родную сцену займут звезды отечественной эстрады. Я думаю, у нас зрители, если услышат, чтобы они поняли, что в те дни, когда здесь будет проходить, допустим, концерт какой-то знаменитости, мы в этот момент будем работать на площадке ДК Кохом. В гостях хорошо, а дома лучше, констатируют руководители театров. И столь скорое возвращение в родные стены пойдет только на пользу творческому процессу.